Салам алейкум, братья. Ну что ж, боев не происходит, но новостей бокса полным-полно. И начнем мы, пожалуй, из Теофима Лопеса, который после победы над Василием Ломаченко объединил пояса легкого веса 135 фунтов. И вскоре будет готов подниматься в другой дивизион. Он сказал, я король этого дивизиона, так что пора двигаться выше. Я в 135 фунтах достиг всего, чего хотел. Осталось 1-2 боя здесь, и я уйду выше. Мое тело готово к этому. Одним из последних соперников 135 будет Камбосос, Джервонте или Райан Берсиа, сказал Лопес. Ранее Ломаченко говорила о желании реванша, однако в случае, если Лопес уйдет в другую категорию, то второго боя с украинцем точно не будет. Но тут некоторые ломодрочеры пишут, что вот, Ломаченко испугался, то есть это, блин, Лопес испугался, Лопес слился и текает там в более высокую категорию. На что я скажу, друзья, а ведь Лопес, ну поднимите архивы, да, говорил об этом задолго до боя с Ломаченко. Лопес говорил, что я поколочу Ломаченко, соберу все пояса и уйду выше. Пацан сказал, пацан сделал. Поэтому какие к нему могут быть претензии? Кого он испугался? И вообще ситуация тут мне немножко напоминает ситуацию с Усиком. Усик, в общем, стал абсолютному в круизер-рейте, ему уже доказывать особо было нечего. Тогда произошел объединительный бой с Муратом Гассиевым и, в общем, это был декласс. Да, Лопес, скажем, нельзя сказать, что Лопес деклассировал Ломаченко, но уверенно победил, как мне кажется. Да, вот Усик все-таки Мурата деклассировал. И потом мы помним вот эти все рассказы о травме, вот эти пляски все там, что вот там давай реванш, потому что у Мурата там что-то там с рукой было не так. Так, теперь то самое мы слышим от Ломаченко, но никакого реванша не было. Усик ушел, в общем, в хэви и за ним, кстати, и Мурат поднялся. Погонится ли Ломаченко за Лопесом выше? Нет, однозначно, потому что даже для Лопеса, я думаю, это слишком. И вряд ли он там сможет так доминировать, как в лайтвейте. Все-таки, если для лайтвейта у него неплохой рост, неплохой размах рук, в общем, среднестатистический легковес, то вот уже в более высоких категориях он слишком маленький. И его силы удара там явно не будет хватать. И я не знаю, как его держалка там будет работать, Теофимо, как вообще он там будет. Но это мы еще посмотрим. Я думаю, что переход его в высокие категории состоится точно не в этом году. Я думаю, что еще в 2021 году он будет боксировать. Он защитит все свои пояса. Против Камбасоса точно будет бой. Почему бы против Райана Гарсии не провести бой? Я думаю, это будет быстрая победа Лопеса. Это сладкая булочка такая для него. Ну, мы увидели по последнему бою, что Райан Гарсия, в общем, плохо довольно держит. Если Василий Ломаченко держал удар, хоть его шатало, но у Василия Ломаченко очень хорошая держалка, то Райан Гарсия падал на попу от Камбасоса. Что касается Доджервонты, это было бы, конечно, под конец уже пребывания в лайтвейте. Хотя неплохо было бы провести Теофима Лопесу бой против Джервонты. И тут вот так навскидку, вот если сейчас, то я скажу 50 на 50. Может туда дальше мое мнение изменится, в ту или другую сторону, когда мы посмотрим на их бои. Вот Джервонта должен провести бой там с кем-то, вот как будет выглядеть Лопес с Камбасосом. И тогда можно уже говорить, кто там фаворит. А пока вот по этой информации, которая у нас имеется, где-то 50 на 50. В общем, в любом случае, Василий Ломаченко чужой на этом празднике жизни. Тут будут выяснять отношения молодые проспекты, зарабатывать деньги. Они будут на слуху, они будут там в паундах где-то высоко висеть. А Ломаченко уже, который последние пару лет на спаде, ну ничего абсолютно не следит. Ну, может я не прав, пишите, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу. Ставьте пальцы вверх и не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутизного в этой жизни. Продолжение следует...